Регуляция деятельности сердца. Основные показатели сердечной деятельности. Ударный объем или систолический объем. Ударный объем примерно составляет 75 мл. Он равен объему крови, который в систолу выбрасывается одним желудочком. Считается, что право-лево желудочка эти объемы примерно равны, хотя немножечко больше у левого желудочка этот показатель. Следующий показатель – минутный объем кровообращения МОК. Он равен ударному объему, умноженному на частоту сокращения сердца. Если вы перемножите, то примерно получится около 5 литров в минуту. Хотя при физических и эмоциональных нагрузках этот показатель может существенно увеличиваться, достигать 25 литров в минуту. за счет увеличения частоты сокращения сердца. Ну и в какой-то степени ударного объема. Очень важный показатель – это отношение ударного объема к объему желудочка в конце диастолы, конечному диастолическому объему. И, то есть, иначе говоря, это называется фракция выброса. Еще раз, он равен отношению систолического или ударного объема к конечному диастолическому объему. И измеряется в процентах. В норме примерно 55-70%. Однако может снижаться до 20 даже процентов при дилитационной кардиомиопатии, когда сердце значительно увеличивается в размерах, а его стенки истончаются и напоминают тряпку. Измеряется фракция выброса при помощи, очень хорошо, эхокардиографии. Так, поговорили мы сейчас об основных показателях работы сердца. А теперь обсудим способ регуляции уже непосредственно сердечной деятельности, которые влияют на показатели, которые мы только что обсудили. Существует три основных способа регуляции сердечной деятельности. И первый из них называется гемодинамическая регуляция. Гемодинамическая. Гемодинамическая регуляция. К слову говоря, второй способ, второй называется нервная регуляция. Нервная регуляция. И третий, естественно, как и ожидается, гуморальная регуляция. Вот такой вот ассортимент. Основных способов регуляции. Вначале мы поговорим о гемодинамической регуляции. Она, в свою очередь, делится на три вида. Значит, гемодинамическая регуляция. Работа сердца. Первый вариант называется гетерометрическая регуляция. Значит, первый вариант – это гетерометрическая регуляция. Значит, она основана на законе Франка Старлинга. Все знают этот закон. Напомним его. Сила сердечных сокращений пропорциональна первоначальной величине растяжения сердечной мышцы. Закон Франка Старлинга. Давайте напишем закон Франка Старлинга. Значит, существует зависимость. Чем сильнее желудочек заполняется кровью, тем сильнее он сокращается. Ну, следует сказать, что, по сути, этот закон отражает закон средних нагрузок. Если мы вспомним закон средних нагрузок, при котором оптимальная работоспособность мышцы, работа, наблюдалась при среднем значении нагрузки. Средняя нагрузка. Это будет у нас нагрузка. При уменьшении нагрузки мы помним, что сила и работоспособность мышцы падают. Так вот, закон Франка Старлинга отражает вот эту часть закона, когда увеличение нагрузки, то есть растяжение сердца кровью, приводит к увеличению работоспособности. Однако, в случае, когда происходит перерастяжение сердечной мышцы, при вышеупомянутой, например, дилетационной кардиомиопатии, наоборот, мы видим прогрессирующее уменьшение силы сердечных сокращений. Так, значит, практический вывод из этого закона Франка Старлинга. В лечении сердечной недостаточности часто применяют мочегонные средства, которые уменьшают объем циркулирующей крови. И называется это преднагрузка. Преднагрузка, уменьшение давления венозной части системы. При вот увеличении, значит, мочеводеления уменьшается преднагрузка и, соответственно, значит, сердце работает в более щадящем режиме. То есть, уменьшается нагрузка на сердце. Существует два следствия, которые надо знать. Два следствия из закона Франка Старлинга. Мы их сейчас обсудим. Итак, первое следствие из закона Франка Старлинга. Первое следствие. При увеличении венозного давления, при увеличении венозного давления, то есть мы уже с вами знаем, что называется это преднагрузка, при увеличении преднагрузки, и неизмененным артериальным давлением, неизмененным давлением в артериальной части системы, в артериях, увеличивается сила сердечных сокращений, увеличивается сила сердечных сокращений, ударный объем и минутный объем кровообращения. Что логично, что уменьшает давление в венозной части, то есть уменьшает нагрузку, ту, которую мы называем преднагрузкой. Второе следствие, как его называют из закона Франко Старлинга, при увеличении артериального давления, то есть увеличении постнагрузки и неизмененной, уже в этом случае неизмененной, преднагрузки, неизмененном давлении в венозной части системы, в венозной части системы, сила сердечных сокращений, увеличивается сила, сокращение сердца, сила, но могут не изменяться ударный объем, не изменяется ударный объем и минутный объем кровообращения. Итак, мы разобрали гетерометрическую регуляцию работы сердца, и теперь переходим к следующему варианту регуляции гемодинамической работы сердца, который называется гомеометрическая регуляция. Значит, в данном случае напишем гомеометрическая регуляция. Еще говорят о феномене анрепа. Феномен анрепа. Вот таким образом. Значит, о чем идет речь? При увеличении сопротивления току крови на выходе из желудочков, то есть при увеличении постнагрузки, иначе говоря, артериального давления в аорте, легочном стволе, увеличивается сила сердечных сокращений. Практический вывод. Даже вот из работы на скорой помощи известно, что легче всего лечить острую сердечную недостаточность, связанную с высоким артериальным давлением. Достаточно снизить высокое артериальное давление, и больному сразу становится легче. И снижаются симптомы, уменьшаются симптомы, уходят симптомы сердечной недостаточности. И наоборот, очень трудно, тяжело помогать больному с низким артериальным давлением. В этом случае лечение напоминает хождение по лезвию бритвы. Необходимо применять все свои знания при этом и умения, опыт. Третий вид регуляции гемодинамической сердечной деятельности известен как хроно-инотропная регуляция. Хроно-инотропная регуляция. Напишем. Хроно-инотропная регуляция. Также этот эффект известен как лестница Боунича. О чем идет речь? При увеличении частоты работы сердца увеличивается сила сердечных сокращений. Объяснение очень логично. Не успевает откачиваться кальций из кардиомиоцитов мембранными насосами. Накапливается кальций и кальций увеличивает силу сокращений. Опять же известно, что при увеличении частоты работы сердца, то есть при тахикардии, порядка 140 и даже бывает до 200 и выше ударов в секунду, в минуту, говорят, что сердце бьется так сильно, что почти выскакивает из груди. То есть при такой сильной тахикардии сердце бьется очень сильно. Итак, мы рассмотрели гемодинамическую регуляцию работы сердца. Переходим к следующему варианту, к нервной регуляции работы сердца. Значит, нервная регуляция делится на несколько вариантов. Первый из них называется вегетативная, значит, интрокардиальная регуляция. И второй вариант – экстракардиальная регуляция работы сердца. Значит, интрокардиальная регуляция работы сердца обеспечивается висцеральными рефлекторными дугами, внутрисердечными рефлексами. Мы помним, что метасимпатическая система представлена такими рефлекторными дугами, в которых и рецепторы, и афферентная, и эфферентный путь. Все части рефлекторной дуги, они ограничены сердечной мышцей. То есть, мы можем нарисовать рецепторы, афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон. И эти эфферентные нейроны могут выделять ацетилхолин или норадреналин в зависимости от особенностей работы рецепторов. И, соответственно, считается, что вот эта интрокардиальная регуляция ограничивает закон Франко-Старлинга. Следующий вариант регуляции сердечной деятельности, он называется экстракардиальной регуляцией сердечной деятельности. Экстракардиальная нервная регуляция сердечной деятельности. Она основана на симпатических и парасимпатических эффектах. Значит, давайте поговорим о этих механизмах. Здесь речь у нас с вами пойдет вначале о парасимпатической нервной системе, ну а затем поговорим о симпатической. Значит, парасимпатическая система обеспечивается влиянием вагусом. Вагус правый иннервирует в большей степени синусно-атриальный узел, а левый вагус иннервирует атеровентрикулярный узел. Какое влияние оказывает вагус на проводящую систему сердца? Ну, вспомним потенциал действия кардиомиоцита, проводящей систему сердца, иначе говоря, атипичного кардиомиоцита. Мы помним, что у него, по сути дела, отсутствует потенциал покоя, а вместо этого присутствует медленная диастолическая деполяризация. М, Д, Д. Вот эта фаза, медленная диастолическая деполяризация. Так вот, при выделении ацетилхолина вагусом происходит активация калиевых и хлорных каналов и гиперполяризация мембраны атипичных кардиомиоцитов. Понятно, что для достижения критической точки деполяризации из этого гиперполяризованного состояния потребуется больше времени. Ну, а давайте вот фиолетовым цветом нарисуем в этом случае потенциал. Видите? Происходит выраженное уменьшение частоты сокращения сердца. Перечислим эффекты вагуса на работу сердца. Первый. Отрицательный хронотропный эффект. Хронотропный эффект. То есть уменьшение частоты сердечных сокращений. Все эффекты вагуса они отрицательны. В данном случае уменьшение частоты. Второй эффект. Отрицательный инотропный. Инотропный. То есть уменьшение силы сердечных сокращений. Третий. Отрицательный батматропный. Батматропный. Уменьшение возбудимости сердечной мышцы. И четвертый. Отрицательный дромотропный. То есть уменьшение проводимости сердечной мышцы. Вот надо выучить эти четыре эффекта влияния парасимпатической системы на сердечную деятельность. Симпатическая нервная система. Теперь переходим к рассмотрению симпатики. В отличие от блуждающего нерва, симпатическая нервная система в большей степени, как известно, иннервирует на желудочке сердца. И эффекты симпатической системы на работу сердца, они положительный носят характер. Мы можем вспомнить уже выше перечисленные четыре эффекта парасимпатической системы. Плюс пятый эффект. Положительный тонотропный эффект. Тонус. Увеличение тонуса сердечной мышцы. То есть положительный тонотропный эффект. Тонотропный эффект. С чем это связано? Связано это прежде всего с тем, что когда выделяется норадреналин, при выделении норадреналина за счет симпатических нервов, стимулируются бета-1 адренорецепторы, увеличивается концентрация циклического аденозид монофосфата, увеличивается выделение кальция, ускоряется медленная диастолическая деполяризация. Поэтому мы наблюдаем пять вышеупомянутых положительных эффектов. Давайте их еще раз напишем. Положительный хронотропный, положительный инотропный, положительный батматропный, положительный дромотропный эффект. Так, хорошо. Мы рассмотрели с вами нервную регуляцию работы сердца и осталось нам упомянуть гуморальную регуляцию работы сердца. Значит, гормональная регуляция работы сердца, гуморальная регуляция, обозначим гуморальная регуляция работы сердца, она основана на выделении биологически активных веществ во внутренней среду организма. При этом мы можем упомянуть различные биологически активные вещества, например, ионы. Ну, известно, например, что ион кальция усиливает работу сердца, а, например, ион калия, наоборот, оказывает тормозное действие на сердце. Поэтому продукты, например, содержащие калий, например, курага, полезны бывают при различных заболеваниях сердца. Ну, и даже есть препарат панангин, который, собственно, и представляет собой калий ионизированный. Иногда в состав комбинированных препаратов входит ионизированный калий для лечения, например, от реальной гипертонии. Гормоны различные тоже относятся к гуморальной регуляции сердца. Конечно, первым обычно вспоминают адреналин, который усиливает работу сердца. Его даже используют в реанимации, такой внутрисердечный укол для стимулирования сердечной деятельности. Также можно вспомнить гормоны щитовидной железы Т3, Т4. При этом, как и кортизол, эти гормоны усиливают работу сердца. Но действие оказывают не напрямую, а за счет пермиссивного эффекта. Пермиссивный эффект, напомню, это увеличение чувствительности ткани к действию других гормонов. В данном случае увеличивается чувствительность к катехоламинам, то есть к тому же самому адреналину, который относится к катехоламинам. Поэтому усиливается работа сердца при выделении этих гормонов. Также можно вспомнить ангиотензин-2, который усиливает работу сердца. Влияют на работу сердца бродикинин, влияют и другие гормоны, серотонин, глюкогон. Но достаточно хотя бы несколько таких вот эффектов привести будет для правильного ответа.